Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые радиослушатели! Интернет-портал радиоцентра Сен-Гейтс продолжает свои программы. Меня зовут Майкл Мелехов. В Чикаго 9 часов 40 минут утра. Ну, а на территории России, Москве в этот час 18 часов 40 минут уже вечер. И мы беседуем сегодня с Мариной Чепель. Это эзотерик, это практически шаман. Ну, и тема наша сегодняшняя – шаманизм. У нас какой-то такой, знаете, эзотерический день. Только мы в эфире, Марина, вам уже не надо трогать ничего, иначе вы сблокируете тогда себя. Вот. Хорошо, здравствуйте! Привет всем! Да, ну, первый раз мы встречаемся с Мариной на интернет-портале радиоцентра Сен-Гейтс. Ну, давайте мы поговорим, что такое шаманизм? Как-то в наше время шаманы в столице, оно как-то практикуется разве, да? Я не знал. Или для этого надо ехать, наверное, в Сибирь куда-то, там, в леса? Нет, не надо? Ну, в столице, конечно, есть шаманы, но насколько это всё, как бы, правильно выполняется, я не скажу. У нас в Прибайкалье шаманизм, он очень развит, у нас очень много шаманов, которые идут по роду, которые делают свою работу для людей, и которые общаются с родом, со своим, поэтому у нас это всё, как бы, свято. Да, ну, дорогие друзья, уже обращаясь к нашим радиослушателям, Марина сейчас находится в Москве, но, вообще-то говоря, родом из Иркутска, правильно? Правильно. Да, и там я знаю, ну, я там не был, правда, когда проживал на территории России, там, Большего Союза, точнее, но там достаточно серьёзная зона, и действительно, не зря там вот шаманизм очень развит. А скажите, всё-таки, ну, достаточно коротко, вот в наше время шаманизм, по сравнению с тем, когда действительно там, ну, не знаю, лет 50 тому назад, сейчас что, тенденция именно к тому, что люди следуют этим практикам, в частности, вы, почему вы к этому пришли, допустим? Ну, у меня идёт всё это по роду, прежде чем получить посвящение, это, я прошла долгий путь, это и шаманская болезнь, и всякие болячки, которые преследовали меня, неудачи. Потом, ну, волей случая я оказалась у Игоря Алзоева, поэтому, ну, он меня вывел на этот путь. Ну, я прошу прощения, я не знаю имён, поскольку всё-таки достаточно давно уже проживаю на территории Соединённых Штатов, но те наши радиослушатели, которые находятся на территории России, там, других бывших республик, наверняка знают. Знают. Вот. Единственное, я знаю, тоже, кстати, родом с ваших краёв, женщина достаточно тоже известная, мы с ней провели несколько, ну, по-моему, две программы всё-таки мы с ней провели. Её зовут Ладомира. Не знаю, знаете ли вы, нет, не знаете, но она путешествует по разным местам, в том числе на территории Соединённых Штатов, и вот она скоро будет. Программа, да, очень интересная, вообще, надо сказать, очень интересная программа, и вообще, я знаю, есть такой Вилолда, по-моему, да, известный автор, который писал об этом, и очень много об этом написано книг. Так что я как-то так, может быть, немножко даже в теме. Ну, давайте мы перейдём непосредственно к тому, что это такое, и как вы, допустим, помогаете людям, которые к вам обращаются. С какими вопросами они к вам обращаются? Люди обращаются с разными вопросами. В общем, это вопросы семьи, любви, брака, работы, детей, ну и, конечно, здоровья. Всё как у всех. Проблемы, конечно, разные, но, в общем, они одинаковые. Помощь идёт через обряды, через общение с духами рода. Это вызов духов рода. Я вызываю духов рода. Прошу о помощи, то, что мне нужно сделать для человека. И потом уже происходит обмен энергоинформацией, и человек получает то, что, зачем он пришёл, по сути дела. Если мы говорим о духах рода, это какие-то такие, в общем, страшные такие, нет? Что такое духи рода? Ну, страшные, не страшные. Когда шаман запускает в себя ангона, ну, картина не из приятных, конечно. А кто это? Ангон. Ангон – это дух. Ангоны бывают разные. Это на шаманском языке ангон – дух. Ангон, да. Бывают ангоны, бывают зарины, тенгри. Даже не слышал. Марина, вот я, ну, я прочитал достаточно много, но я читал о том, что шаманы, они когда получают посвящение, там есть тоже разные какие-то ступени. Опять же, я не знаю, это в каких традициях. Но они проходят через очень и очень и очень серьезные фазы, там чуть ли не через смерть они так проходят для того, чтобы получить вот это посвящение. Это что? То есть, какие-то очень страшные и серьезные испытания. А это необходимые условия для того, чтобы для чего? Чтобы получить какое-то посвящение для того, чтобы, не знаю, обряд такой серьезный. С какой целью это все происходит? Ну, это не всегда так. Почему? Потому что, когда идет посвящение, как правило, готовиться к этому надо заранее. То есть, за три дня начинаем мы готовить обряд. То есть, здесь очень много зацепок, которые могут как-то кого-то напугать, который посторонний человек. И поэтому ничего страшного нету здесь. Обряд посвящения, он... То есть, когда посвящают шамана в ступени, он проходит некоторые испытания. Да, порой тяжелые. Выйти из состояния того, когда запускается ангон, очень тяжело. И потом очень тяжело. Ну, пройти это можно. Пройти можно. И ничего страшного здесь нет. Ну, наверное, пройти можно, да. Ну, хорошо. Вот вы имеете посвящение какое-то? Да. Четыре. Четыре посвящения? Да. А кто дает эти посвящения? Верховный шаман. Есть такой Верховный шаман? Есть. А это выборная должность или это назначаемая должность? Каждый выбирает учителя. Это обязательно. Понятно. Учителя выбирает каждый. Да. Когда ученик готов, появляется учитель. Вы были готовы. У вас появился учитель. А кто назначает Верховного шамана, мне интересно? Это выборы как президента, допустим... Это ведут сверху. А сверху откуда? Ну, сверху это мы говорим, ну, есть Господь, да. А у нас есть свои духи родовые. Те же самые ангоны. И поэтому, как правило, шамана выводят на учителя. А скажите, вот Верховный шаман, это тоже... Вот вы, скажем, принадлежите к белой расе, да, будем так говорить. То есть, как-то в нашем понимании шаманы, ну, так обычно сложилось, это люди, которые, ну, какие-то совсем другие. Это люди вот какой-то, там, ну, не знаю, другой расы. Нет. Нет. Сегодня... Много обрусевших шаманов, много. Но кровь у меня всё-таки всё равно присутствует бурятская. Она у меня есть. Я из рода одна такая светлая. Ну, это я имел в виду. Хорошо. И вот вы вам дали вот такое посвящение. И это своего рода, наверное, диплом, да? То есть, это говорит о чём? Это говорит о вас как о человеке, который уже, ну, скажем так, прошёл стадии познания. И теперь он может обучать, он может лечить, он может делать, скажем, другие вещи, которые, скажем, как первая, вторая, третья, четвёртая ступени, к примеру, да? То есть, вы уже находитесь на... Обучать я, конечно, могу, но я ещё не имею права это делать, потому что ещё очень много мне надо пройти, чтобы давать людям обучение. Это, во-первых. А делать обряды и исцелять, что-то, как бы, привлекать в жизнь, да, это я могу. Ну, хорошо. И какие результаты? Вот часто ли к вам обращаются? Это ваша теперь уже профессия? Да. Я работаю волшебником. Я работаю. Да, я работаю шаманом, да? И, ну, вот в последнее время, скажем, к вам обращались люди вот по таким вопросам. Можете привести какие-то примеры, как вы с ними работаете, как вы им помогаете? Да, могу. Но возьмём последний случай обращения. Это была женщина, у ней разрушалась семья. Было очень сильное воздействие на мужа. Она ко мне обратилась. В семье двое детей, поэтому, естественно, мы проводили обряд. Готовились к этому обряду, и в определённое время и в определённый час мы сделали этот обряд. То есть я вызывала, призывала своих духов, молебен обязательно, камлани обязательно, и, естественно, подношение духом и о просьбе этой, которую через клиентку я обращалась. В принципе, буквально позавчера мне она отзвонилась и сказала, что муж всё-таки принял решение не уходить с семьи. Ну, работать мы, конечно, продолжим ещё, потому что это ещё не всё. Но результаты хорошие. Марина, ну, скажем, не будет ли это своего рода каким-то приворотом? Ну, вот в данной ситуации муж уходит, собирается уйти из семьи, нет? А как вы это знаете? Нет, это не приворот, я, наоборот, его убирала. Муж был под воздействием. Я, наоборот, убирала. Я против приворотов вообще. Поэтому я только убираю и исправляю ситуацию. То есть, имеете в виду, он не по своей воле уходит? Хоть собирался уходить. Понятно. То есть, вы призываете, вы говорите духов, ну, там, бубен, да, всё это присутствует? Обязательно. Понятно. Хорошо. И часты ли такие ситуации в последнее время? Ну, насколько я знаю, да, их достаточно много. То есть, вот эти вот случаи приворота всяких там. Ну, сейчас это всё участилось, очень участилось. И, ну, буквально вот через пять обращений идут с этими проблемами. Сейчас нету культа семьи, его просто не стало. Поэтому. Это какие-то есть демографические. Сейчас очень тяжело с этим. Демографические в этом плане исследования? Или это, ну, конкретно, вы не знаете, это просто к вам именно с такими вещами обращаются? Ну, не только ко мне. Это и по статистике. Я отслеживаю всегда статистику всё равно. Ну, и я общаюсь с коллегами, и всё-таки обращений таких клиентов с такими же проблемами, где-то, ну, процентов пятьдесят, это точно. Это много. Это много, действительно. Чем вы это можете объяснить? Это тем, что, скажем так, моральный облик советского человека, как это раньше говорилось, он находится совсем не на высоте, как когда-то было. Это то, что люди получили, которые этим занимаются, получили какие-то свои способности. А раньше этого не было. Ну, я связываю всё-таки это с тем, что сейчас в интернете много очень информации именно чёрной. Именно приворожить, навести порчу. То есть, и мужчин, наверное, стало меньше. Поэтому женщина, как и каждая женщина, хочет всё-таки семью. Я всегда объясняю, что увод из семьи чужого мужчину – это большой грех. Но, как правило, женщины на это не смотрят. Они говорят, что грех – это, ну, потом будет наказание. А то, что это будет наказание на целый род, и могут пострадать дети, женщины, как правило, об этом не задумываются. Скажите, а наоборот, бывает? Бывает. Я имею в виду, женщину уводят из семьи. Бывает. Бывает, но редко. Реже. Реже. Мужчин стало меньше. Если раньше было на 10 девчонок по статистике 9 ребят, то теперь, наверное, их стало… Мужчины, да, мужчины меньше стало. Понятно. Тем более, что сейчас мужчины, в общем-то, некоторые женщинами становятся. Так что, тем более. Ну, к сожалению, да. Да, хорошо. А что касается здоровья? Это практика шаманизма, практика излечения, она какая-то особая? Это есть какое-то серьёзное отличие от энергетического воздействия, целительства? Ну, многие работают, как-то сказать, по своей специальности, если можно эзотерической, можно так сказать. Или это, в принципе, всё одно и то же? Ну, нет. Конечно, отличие есть, но если в христианстве это чтение молитв, акафистов, ну и… А у нас, у шаманитов, это тоже молебен, это тоже вызов духов, это магические действия, ну, по-иному я никак не могу назвать. Хорошо, понятно. Ну, вы занимаетесь родовыми практиками, это мы с вами уже выяснили, наши радиослушатели пока ещё вот только с этим знакомятся. Что-то такое, чем отличие, потому что буквально совсем, вот перед вами мы беседовали с Еленой Порецкой, мы затрагивали эту тему, эту тематику. То есть, речь шла о том, как дети наши, и мы, может быть, отвечаем за грехи наших родителей, там, отцов, мам, там, бабушек, дедушек и так далее. Как в этом плане у вас, как вы работаете с этим? Ну, про родологию я могу говорить очень много, и так же, как про шаманские практики, всё зависит от рода у каждого человека, потому что род, поколение рода, это цепочка, с которой мы все связаны. То есть, почему говорят седьмое колено, третье колено, то есть, это мы сами по себе, перерождение наших дедушек, прадедушек, там, бабушек, тёток, дядек и так далее. Действительно, все грехи рода, то есть, карму, каждый человек несёт на себе. Мы сейчас живём и нарабатываем карму для своего рода, будущего. Это и дети, и внуки, поэтому карма рода и связь рода, она неразделима. Ну, хорошо, но какие, ну, хотя приблизительно, можете рассказать, как вы определяете, как вот к вам обращается человек с просьбой о том, что что-то у него происходит? Он этого не знает, ведь это вы определяете или человеку так кажется, что где-то вот в его роду были какие-то там, ну, такие вот, типа, приворотов или какой-то негатив, который был наложен куда-то по какой-то линии, допустим? Ну, когда человек обращается ко мне, я, естественно, просматриваю род. Просмотрев род, я, конечно, нахожу корень причин. Ситуации бывают разные. У кого-то это модель ухода по роду, если у человека, допустим, не складывается личная жизнь, погибают мальчики в роду. Это модель ухода по роду. У кого-то много репрессированных, раскулаченных, что у нас повседневно и повсеместно. Потому что в то время, к сожалению, это было так. И мы не можем изменить уже этого. Это прошлое наше. Это наша история. А карму несем мы за это? Ну, понятно, что карму несем мы. Это да. Но как вы определяете, тем не менее? Это просмотр рода. Путем ясновидения я просматриваю род. Путем ясновидения вы просматриваете род. Да. И хорошо, просмотрели вы род. То есть вы просто видите человека и вы… Идет информация обязательно. Ну, у кого как. У меня идет информация. Когда-то картинки мне показывают. Поэтому я уже знаю, какая причина, допустим, по проблеме, по которой обращается ко мне клиент. И я уже начинаю дальше просматривать эту проблему. То есть вы, получается, определяете, в чем причина у человека, который обращается к вам по тому или иному вопросу. То ли это связано со здоровьем, то ли это связано. И вы определяете, в чем причина, допустим, физического здоровья, да? Она может быть родовая причина? Да, обязательно. Это может быть по карме, по роду идет. Много болячек все-таки передается по роду. Может, это какое-то просто воздействие. Причины бывают разные. И если корень причины найти, корень проблемы, тогда уже можно работать. То есть вы видите человека, и вы знаете, что у него, какая у него причина его заболевания, к примеру, если мы говорим о физическом здоровье, да? А что вам для этого надо? Вам надо для этого видеть человека, так сказать? Нет, мне достаточно иногда фотографии. Причем любой. Причем любой, да? Интересно. Вы можете считать такую информацию с того человека, который говорит об этом, скажем, ну, родственник, то ли это, то ли это друг, или вам все-таки надо фотография того человека, о котором идет речь? Если клиент обращается, если у него, допустим, обращается по проблеме сына или дочери, я могу просмотреть через клиента. Если это не по крови человека, значит, я могу спокойно посмотреть по фотографии. Ну, интересно, интересно, вы знаете, Марин, у меня просто, так сказать, по ассоциации появилась вот такая мысль. У меня есть родственники, которые двоюродная сестра, у нее сын, и этот сын непонятно, дочка нормальная, а сыном какая-то вот заторможенность. Он так нормальный мальчик, но он какой-то вот немного заторможенный. То есть, если я вам покажу такую фотографию этого мальчика, вы можете посмотреть по скайпу, допустим, да? Могу. И вы можете тогда определить, в чем причина, то ли это, скажем, физическая, родовая, или это, может быть, в природах имеется в виду причина, да? Можете посмотреть, да? Интересно. Дорогие друзья, напоминаю, мы беседуем с Мариной Чепель. Марина Чепель – это эзотерик, это ясновидящее, это человек, который обладает шаманскими практиками и работает через род того человека, который обращается к ней по каким-то своим вещам. То есть, вы всегда просматриваете, это, скажем, ваше основное направление, вы всегда просматриваете, начинаете с рода, да? Откуда возникла та или иная причина, да? Я всегда начинаю с просмотра рода. То есть, даже в той ситуации, допустим, которую вы только что описали, вот, из семьи уходит муж, да? То вы начинаете с разбора, никто навел порчу. К роду это не имеет, казалось бы, никакого отношения. Ну, казалось бы, да, но тем не менее, когда просматриваешь род, и если не находишь связи с этой ситуацией, тогда ты уже начинаешь просматривать клиента на причину воздействия. Вы знаете, очень интересная вещь, потому что, еще раз, вот, скажем, читая ведическую литературу, ведь если к нам, на нас оказывается какое-то воздействие, то наверняка была причина, почему именно на нас оказывается такое воздействие, а не на соседа. Вот почему по отношению к нам это все. Поэтому, конечно, было бы логично посмотреть причину, которая, ну, косвенная причина, кто оказывает воздействие, и надо ее устранить. Но почему, то есть, один раз она можно устранить, но она может возникнуть опять, эта проблема, верно? Значит, в следующий раз опять будет то же самое, да? Получается, получается логично предположить, что надо найти было бы причину, и связь потеряна.